1 2 3 1 2 3 1 2 3 так отлично так окей это окошко можно свернуть все это остается да-да-да-да-да блин уже 20.01 пара ссылочек пара ссылочек что же вам пригодится, и еще вот этот, вот этот, так, это, нет, это не то, хорошо, мер, раз, два, три, так, раз, два, три, раз, два, три, давайте проверим, идет ли трансляция. Видно ли меня, слышно ли меня? Так, нет звука. Раз, два, три. Давайте еще разочек проверим. Так, слышно и видно. Отлично. Давайте потихоньку начнем. Сегодня поговорим, наверное, про один из самых-таки популярных вопросов, которые бывают на систем-дизайн-собеседованиях об архитектуре Twitter-лайт-приложений. На самом деле это достаточно популярная архитектура, именно в плане High World. Twitter, скорее всего, всем знакомое приложение, сайт, и им действительно большое количество человек пользуется. Соответственно, разработчикам Twitter нужны были подходы, инструменты, причем им, так как они, по сути, первопроходцы, их необходимо было разработать в первый раз. И затем уже много кто других людей похожие подходы продумывали, оптимизировали и, по сути, составляли свои варианты архитектуры такого вида приложений. Проверили, что трансляция идет. Меня зовут Андрей. Я достаточно давно занимаюсь бэкэнд-разработкой, разработкой архитектуры наших приложений, в том числе и то, что касается работы с большими данными и обработкой потоковых данных. Кратко напомню правила занятия и маршрут сегодняшнего занятия. Маршрут у нас с вами достаточно простой. Сначала познакомимся с FOTUS, затем поговорим про особенности архитектуры именно Twitter-like приложений, какие есть возможные оптимизации, какие возможны узкие места, какие подходы предлагают, на самом деле, по огромному количеству статей, которые можно найти в интернете. И после этого поговорим про программу курса Highload Architect. И в конце такая маленькая небольшая бонусная секция. Все, что касается именно возможных вакансий, того, что есть сейчас в свободных источниках, таких как HeadHunter, GitIn и так далее. Сфук есть. Отлично. И кратко по правилам занятия. Желательно активно участвовать, особенно если вы хорошо знаете тему, о которой мы с вами говорим, у вас есть опыт разработки похожей архитектуры, то не стесняйтесь, пишите в чат. Всегда интересно посмотреть разные точки зрения, если вы поделитесь тоже своим опытом. И вопросы в чате я вижу, постараюсь на них отвечать, когда они будут появляться. В целом, в конце каждого из блоков у нас будет такая мини-сессия вопрос-ответа и постараюсь на них появившиеся вопросы разобрать. Давайте начнем со знакомства с Отус. В целом, основная цель проекта – это как-то систематизировать знания. Если вы занимаетесь, работаете в какой-то определенной области и хотели бы изучить другую область, то хорошая возможность узнать про эту другую, отличающуюся область разработки, всего, что связано от другого с IT, у экспертов, которые в этой области работают. Ну и еще одна такая миссия проекта – образование для повышения качества жизни. Если хочется более глубоко узнать какую-то определенную предметную область, если есть желание профессионально развиваться в определенном направлении, то как раз это одна из целей, по сути, миссия проекта Отус. Изначально, на самом деле, большинство курсов как раз и были заточены по тому, что вы являетесь уже таким достаточно прокаченным разработчиком, ну, в целом, опытным специалистом. Но со временем также появился запрос и на курсы, которые позволяют как-то с нуля прийти, изучить определенную технологию. И такие курсы тоже сейчас есть. Хайлот-архитектор в целом, как из названия курса тоже следует, что это все-таки больше для продолжающих, то есть для людей, которые уже достаточно большого времени занимаются разработкой, возможно, аналитикой проектов, и им было бы профессионально интересно развиваться дальше и начать работать над архитектурой решений, над которыми сейчас в другой роли работают, ну, и заодно узнать побольше про то, как быть в случае высоких нагрузок. Если большое количество данных необходимо обрабатывать, если большое количество запросов, ну и так далее. И еще немножко цифр. Они у нас представлены на следующем сфайте. Более пяти лет уже существует Otos, и такое достаточно внушительное количество различных курсов, образовательных программ есть. Более ста образовательных программ, более 900 учебных групп. Ну, такие достаточно большие числа уже за пять лет на КФИС. И то, что касается курса Highload Архитектор, здесь тоже уже, по-моему, более трех лет он проводится, и за это время достаточно серьезные изменения и в программе курса произошли, и в изучаемых материалах. Это такая достаточно важная особенность, что материалы курса, даже по достаточно фундаментальному, в какой-то мере теоретическому, они тоже при появлении новых технологий, при появлении новых инструментов меняются и подстраиваются под какие-то более современные подходы. И давайте продолжим и поговорим про один из самых популярных вопросов на технических собеседованиях. А как бы вы спроектировали Твиттер? На самом деле здесь лучше всего идти итеративно, и начать с самой, скажем так, постановки задачи и предметной области. Давайте с этого и начнем. Какая у нас задача? Как вообще работает Твиттер? Есть какие-то пользователи, которые отправляют свои твиты, сообщения, а другие пользователи их читают. Соответственно, нам нужно какое-то хранилище, где эти твиты будут храниться. И так как пользователи могут подписываться на несколько других пользователей, по сути подписываться на нескольких авторов, то должна быть какая-то связь между пользователем и между его подписками. То есть нам нужна табличка с подписками. Соответственно, как минимум нам понадобится, пригодятся три таблицы. Это сами пользователи. Здесь на самом деле в простом случае не важно, это автор, либо это читатель. Мы можем пока что считать, что они у нас хранятся в одной таблице. Следующая таблица – это сами сообщения. Тоже логично, что сообщения нужно где-то хранить. И нужна связь между пользователем и сообщениями, которые он хочет читать. Да, да, вы совершенно правы. Для начала стоит вообще спросить, какую часть твиттера мы хотим спроектировать. То есть уточнить функциональные требования. Просад спроектировать кажется плохим решением. Да, да. Собственно, вот сейчас нам, по сути, говорят, а что хотелось бы, чтобы было. То есть какая, чтобы была функциональность. Как я сказал, что нам необходимо, чтобы были пользователи, которые могут писать сообщения и их читать. Была возможность подписываться на нескольких авторов. И мы так минимально можем предположить, что для хранения этих всех данных, всех участников системы и чем они там обмениваются, нам пригодятся три таблички. На самом деле, если продолжать как-то усложнять систему, добавлять дополнительные требования и так далее, то понятно дело, что их будет больше. Но минимально, если отталкиваться от такой постановки, нам достаточно пока что вот этих трех таблиц. также, как нам понять, насколько хорошо наша система работает. Здесь тоже стоит всегда уточнять, какие критерии того, что система работает хорошо и достаточно быстро. в нашем случае мы пока что возьмем 4 метрики. Это сколько места на диске у нас будет в итоге занято, то есть объем базы данных, например, насколько быстро отвечают API-шки приложения, время ответа на запросы API. Ну и здесь важно, что не только для читателей нам надо измерять время, так же и для авторов тоже. На самом деле, если у автора много подписчиков, то при определенных архитектурах это может быть достаточно длительный процесс, именно сама публикация сообщения. Насколько равномерно распределены задачи по исполнителям и максимальное время ожидания доставки сообщения от автора до подписчиков. Здесь, на самом деле, если с точки зрения автора смотреть, то достаточно просто спроектировать, чтобы сообщение было отправлено, собственно, потом каким-то образом обрабатывалось, возможно, долгое время. Но при этом сам автор, он не ждал, пока оно будет сохранено и обработано, и у него юзер-экспериенс был такой хороший. С точки зрения пользователей, они, на самом деле, если не знают, что автор вот прямо в этот момент что-то там опубликовал, то для них тоже не проблема подождать, пока это сообщение обработается и появится у них в ленте. Такие четыре метрики. Напишите, пожалуйста, в чат, какие бы еще метрики вы бы добавили, исходя из вашего опыта, исходя, возможно, из текущих проектов, в которых необходимо было обеспечивать определенный набор метрик. Надо ли сразу уточнить предполагаемый объем пользователей, среднее число подписчиков и количество запросов в сутки? Да, желательно вообще все, что можно постараться уточнить, чтобы более точно в итоге спроектировать то, что от вас хотят. Ну, предположим, вот я скажу, что у нас будет 10 миллионов пользователей в системе, которые, причем нагрузка распределяется неравномерно, у одних пользователей популярные могут быть миллионы подписчиков, у других могут быть и там 1-2, кто-то из пользователей может писать каждую минуту на твиты, кто-то может писать раз в месяц, то есть именно в плане пользователей они максимально неоднородны, могут себя совершенно по-разному вести. Если брать граничные случаи, то могут быть пользователи, которые пишут каждую минуту, причем не обязательно, что у них много подписчиков, могут быть пользователи, которые пишут раз в месяц, и другой граничный случай, когда у пользователя несколько миллионов подписчиков и, соответственно, 1-2. Размер очереди, рпс, количество просмотров. То, что касается количества просмотров, наверное, мы можем как-то с количеством подписок объединить. На самом деле, давайте вернемся вот к самому первому варианту, который мы с вами можем спроектировать. Первое, что приходит в голову. У нас синхронная опишка. Самый простой вариант, пока что не думаем про асинхронность, про очереди сообщений, то, что они могут быть. У нас синхронная опишка, данные синхронно приходят от авторов и сохраняются в базу данных, и затем, когда пользователь, читатель обращается опять же к синхронной опишке, эти данные вытаскиваются из базы данных с помощью какого-нибудь сложного SQL-запроса или не очень сложного. И в итоге читатель получает свою ленту. Причем на самом деле не особо важно, как будем ли мы протиционировать данные. Ну, протиционировать или шортировать. Почему? Потому что у нас очень неоднородные пользователи, скорее всего, будут. И угадать, как именно будут данные распределены, неважно, мы по Twitter ID или по User ID будем выполнять шортирование, достаточно сложно будет. И напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, если взять такой подход, самый-самый простой, какие могут быть у него проблемы. самые-таки очевидные. Узкие места будут про разделение типов твитов по IT-пользователям, как будем собирать ленту из разных ПТ. из разных ПТ. Кстати, интересный вопрос. Вообще говоря, мы пока что не думаем про то, что будет прям отдельные базы данных, в которых отдельные данные в разных базах будут храниться. Пока только одна база данных, которая, возможно, как-то шардирована. То есть часть табличек у нас лежит на одной ноде, другая на другой. И уже с помощью самого механизма АПД происходит объединение данных. То есть запрос у нас один, но при этом сама АПД входит на все шарды, которые доступны, и с них определенным образом стягивает данные в одно место. И вот здесь как раз из-за того, что пользователи у нас очень разнородные, очень разные. Неважно, как мы будем эти данные распределять по узлам, все равно нельзя гарантировать, что выполнение запроса у нас может быть выполнено на одном узле. Соответственно, придется базе данных хранить по разным узлам, собирать оттуда данные, пересылать их, и это может достаточно сильно дольше сделать выполнение запроса. В целом, наверное, самая главная претензия может быть к нашей системе, что в случае, если много в ленте у пользователя будет твитов, то выполнение запроса может затянуться на очень большое время. Здесь практически до бесконечности. Чем больше у нас будет расти количество подписок, чем больше будет лента у пользователя, тем дольше будет этот запрос выполняться. Но у этой архитектуры есть и плюс. Напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, помимо простоты, какой еще плюс можно выделить? С учетом того, что у нас есть два вида пользователей, читателей и писателя. в целом здесь можно со стороны писателей выделить плюс, так как у нас нет необходимости во время создания самого твита формировать и как-то менять ленту пользователей, которые этого писателя читают, то сохранение нового твита быстро. Нам просто достаточно выполнить один инсерт и по сути все. Какие-то ноды оптимизированы на запись, другие на чтение. Да, можно такую оптимизацию сделать, но на самом деле не очень много смысла будет, потому что запись у нас и так быстрая, а вот чтение, ну даже если мы большую часть кластера выделим именно под считывание данных, то все равно скорость и время выполнения запроса будет зависеть достаточно рандомно от количества подписок у конкретного пользователя. Поэтому, наверное, пока что такая оптимизация нам не очень поможет. И скорее главное, что пока что можно в текущем варианте улучшить, это как раз как-то попробовать повлиять на время, которое будет занимать считывание вот этой ленты пользователя. Но тогда на самом деле у нас может обратная ситуация появиться, что тогда будет запись долгая. Возможно, можно сделать как-то так, чтобы и то, и то было достаточно быстро и приятно. Давайте последовательно сначала попробуем оптимизировать время для считывания ленты. То есть про писателей мы пока что не думаем, им и так пока что хорошо. Хотим сделать так, чтобы пользователи, читатели могли немножко быстрее получать свою ленту. так собственно какие есть у текущей архитектуры преимущества и недостатки мы обсудили, как можно ускорить чтение. Мы с вами можем добавить дополнительную табличку именно с самой лентой и при добавлении нового сообщения просто утилизовывать эту ленту и тогда пользователям достаточно будет считать просто свою ленту одну запись из таблички фид, где будет указан их юзер айди. Но при таком подходе понятное дело, что у нас будут страдать авторы. То есть создание сообщений новых будет теперь долгим и тяжелым. так кэш для популярных твитов кстати да это один из вариантов которые многие предлагают наверное его очень полезно будет добавить но немножко попозже то есть в текущем варианте кэш нам ускорит немного но пока что плюсы от оптимизации они не будут прям такими в корне всего дела меняющими окей предположим что мы оптимизировали ускорили чтение добавили новую табличку где будет сама лента храниться в модернизованном виде и каждая запись этой таблички у нас связана с конкретным пользователем то есть у нас немножко стала сложнее схема данных добавилась табличка fit но при этом у нас теперь страдают авторы то есть дополнить у нас медленная материализация скорее всего будет особенно если в ленте подписчика там огромное количество разных твитов от разных авторов достаточно сложно ее менять и также у нас происходит дублирование данных то есть мы храним сами сообщения в отдельной табличке еще дополнительно храним их копии в лентах конкретных пользователей то есть еще больше места на диске у нас тоже происходит занимает какая первая оптимизация теперь нам может пригодиться о читателях о пользователях мы уже позаботились что у них чтение стало быстрое теперь пора позаботиться о авторах цветов чтобы создание нового цвета оно не затягивалось надолго написать пожалуйста в чат как вы думаете какой самый первый способ вот в этом случае приходит в голову то есть наша задача чтобы авторы тоже не страдали нажали на кнопочку сохранить твит ну и собственно он у них сохранился так погинация погинация нам тут наверное не поможет если мы меняем окей мы можем конечно поделить ленту на части но мы не можем гарантировать что вот для какой-то части пользователей у нас будет не слишком большая лента ну и плюс все равно нам теперь надо не просто один твит сохранить нам надо обновить ленты всех пользователей а по постановке задачи по требованиям у нас там могут быть 10 миллионов пользователей например и у всех 10 миллионов надо обновить эту ленту не у всех 10 миллионов в худшем случае если все эти пользователи подписаны на данного писателя может не ждать реального сохранения а откладывать очередь да это очень хороший подход и действительно мы можем так сделать то есть писателю на самом деле не важно а уже сохранился его твит или он еще там в процессе для него не очень приятно будет если придется очень долго ждать пока это сохранение будет происходить то есть мы можем просто ему отобразить что ваше сообщение принято в систему оно будет опубликовано и он может начать писать новый твит например то есть да совершенно верно первое что приходит в голову это отложить сохранение сообщения на какое-то время то есть сделать его асинхронным писатель создал свой твит отправил его в систему и через какое-то время он уже сохраняется в ПД и становится доступным для пользователей вот по сути идея в том что длительные процессы мы переносим в какие-то фоновые обработчики и при получении твита создаем сообщение в очереди ну и писателю сразу возвращается ответ понятное дело что мы здесь просто откладываем это сохранение и его никак не ускоряем то есть оно по-прежнему будет таким же долгим но именно с точки зрения писателя как бы так быстро как и раньше было осталось так как обычно это делается нам нужна какая-то очередь сообщений это брокер сообщений например RabbitMQ сообщение отправляется в определенный экченж и из него попадает напрямую в очередь с которым связан консюмер который саму вот эту материализацию лент пользователей и производит помимо Rabbit понятно дело можно и других брокеров сообщений использовать здесь суть не сильно изменится единственное что может таким серьезным плюсом за Rabbit послужить что у него очень гибкая настройка в плане адресации сообщений то есть мы можем и по Correlation ID определять назначение для сообщения и в нужный топик ну в общем там огромное количество способов отфильтровать и перенаправить сообщения в нужную очередь можно отдельно сохранить в ленту пользователя и отдельно прописывать в ленты подписчиков вставать сообщения в шину да ну в общем-то вы правы да все верно в случае очередей сообщений на самом деле тоже куча различных проблем может быть например есть разные гарантии доставки сообщений соответственно может такое быть что что-то пойдет не так у нас тут же RABITMQ сломается перестанет работать и просто этот твит не дойдет до обработчика ну и ничего не будет сохранено может быть такое что вот в эту очередь куда все твиты от всех авторов складываются они попадут не в том порядке в котором ожидалось ну и будут считаны не в том порядке и пользователи потом увидят их опять же не в правильном порядке у себя в ленте такое тоже может быть и остается проблема с тем что мы по сути вот эту большую долгую работу отложили но ее все равно нужно сделать возможно как-то ее можно ускорить здесь на самом деле несколько вариантов у нас есть ну давайте по ним пройдемся то что касается первоначального варианта когда мы просто отложили выполнение то есть у нас происходит асинхронное выполнение длительного процесса где-то в фоне отложено то преимущество главное что инициатор кто вызывает взаимодействовать с синхронной опишкой он быстро получает ответ то есть у нас небольшое время ответа и для отказоустойчивости в общем-то можем создать несколько обработчиков и в том числе сделать более надежным механизм но недостатки все равно есть это то что в итоге нам надо все равно эту длительную задачу когда-нибудь выполнить причем у нас пока что она в один поток выполняется этот момент мы пока что не проговаривали поэтому по умолчанию считаем что задача у нас в один поток выполняется и загрузка у нас будет зависеть от числа подписчиков загрузка обработчиков и здесь еще одна такая именно для твиттера специфичная проблема появляется которая называется селепритис ее еще иногда эффектом леди гаги называют и соответственно ее нам тоже хотелось бы как-то решить в rabbitmq есть гарантия доставки сообщений при использовании подтверждения есть но мы про нее не упоминали вот теперь в общем-то можно так сказать и хорошо что написали на самом деле чем больше моментов вы будете уточнять на собеседовании когда вот такая архитектура обсуждается тем лучше что мы можем сделать например мы можем добавить конкуренции параллельное выполнение задачек то есть у нас добавится несколько обработчиков но тогда получается что раз несколько обработчиков чтобы вот эта одна очередь в которую все твиты складываются не была узким местом нам по идее надо бы еще несколько очередей каждая из которых связана с определенным обработчиком ну то есть мы по сути делим все твиты которые приходят от всех авторов на какие-то кусочки по определенным критериям и каждый из этих кусочков в параллельном режиме обрабатывается своим обработчиком то есть в какой-то мере можем например благодаря параллельной обработке ускорить выполнение именно самой вот этой большой длительной задачи так нужны партиции как же очередность да ну нам по сути нужно таким образом отправлять сообщение на обработку именно в нужную очередь чтобы эта очередность сохранилась ну давайте посмотрим для начала как вообще у нас могла бы выглядеть мог бы выглядеть брокер сообщений если мы применяем такой подход у нас появляется несколько консюмеров и какая-то очередь из которой они считают ну вообще говоря нам хотелось бы чтобы было несколько очередей и для того чтобы по ним разбить мы можем например тем же консистентным хешированием воспользоваться напишите пожалуйста в чат у кого есть опыт работы с RabbitMQ какой инструмент мы могли бы применить который есть в самом Рэвити для того чтобы каким-то образом делить более-менее равномерно нам хотелось бы разделять чтобы не было перегруженных обработчиков не было пристаивающих вот какой механизм мы могли бы с вами применить так выбрать правильный ключ очередность можно решить правильным шартированием сложно проще ключик лента для серебрики вычитывается напрямую каждым пользователем напрямую из базы или кэша не из подготовленного фита ну вот в этом варианте у нас получается пользователя пользователь может быть подписан на какого-нибудь селебрити и при этом может быть подписан на тысячу сто тысяч обычных других пользователей и соответственно чтобы его ленту сформировать нам и придется не использовать базу или кэш как-то не очень выглядит то есть наверное в этом плане лучше ставить механизм общим а вот стоит ли ее сразу обновлять или нет тоже такой хороший вопрос так load balancer sharding кстати да очень связанное с этой темой понятие которое скорее всего вы слышали это консистентное хеширование мы по сути можем его применить для того чтобы более менее равномерно распределить все твиты и в том числе в рэвити есть плагин который позволяет нам это действие выполнять то есть если мы равномерно используем то нам достаточно этот плагинчик установить и потом настроить распределение по нужным очередям куда твиты должны попадать еще особенности робита на которой наверное немножко остановимся то что собственная статистика робит показывает только мгновенную статистику а для того чтобы накопить количество обработанных сообщений каждым консюмерам нам нужен какой-то дополнительный инструмент можем воспользоваться time series DB какой-нибудь самый простой вариант который приведет на слайде это графайт можно выбрать и какую-нибудь другую для визуализации тоже можно какой-нибудь инструмент использовать как на слайде приедет графана либо другой удобный то есть что в итоге у нас пока что промежуточно получается для авторов и для подписчиков в целом система работает быстро сообщения у нас записываются в базу параллельно а благодаря настройкам робита мы можем еще и отказоустойчивость обеспечить и гарантии доставки нужны но на самом деле есть и недостатки то есть если сообщение у нас возвращается в очередь обратно то оно будет по сути позже доставлено и порядок может нарушиться и есть риск заполнить очередь от запросами с цветами от селебрити вот здесь нам на самом деле как раз пригодятся варианты которые немножко выше в чате предлагались то что связано с кэшированием и еще можем так и еще можем добавить например бакеты по времени ну здесь в случае бакетов по времени преимущество то что их просто реализовать легко отбирать сообщения начиная с заданного времени с другой стороны проблема опять же с тем что все пользователи разные соответственно могут быть эти бакеты разного размера вот и нужное количество сообщений тоже достаточно сложно отобрать в случае с кэшированием какой самый главный плюс как вообще можно было бы его организовать самый такой простой вариант который приходит в голову это то что мы в кэш модернизуем к на n сообщений то есть пользователи же не сразу вся лента отображается ему какая-то ее часть отображается соответственно в кэш мы добавляем только вот эту часть ленты какую-то ее страницу а вот скан немножко сложнее то есть его придется эмпирически вычислять и подбирать в целом здесь еще сложность добавляется потому что для разных пользователей это значение будет разным то есть там какое-то такое среднее нужно найти которое для большинства будет подходить если вдруг пользователь не подходит под это среднее значение то у нас тогда проблемка потому что очень сильно увеличится время на чтение если вот это к будет превышена ну и собственно прогрев кэша тоже достаточно серьезная проблема потому что когда приложение стартует нужно этот кэш как-то наполнить данными иначе в общем-то от него смысла нету запросы будут идти напрямую ПД и это будет ну по сути долго только после того как кэш будет прогрет его можно будет эффективно использовать так rabbitmq федерейшн плагин по-моему да по-моему вот как-то так называется ну лучше на самом деле посмотреть в документации rabbitmq как он точно называется ну похоже похожее название да что-то вроде такого так что такое пакет здесь мы с вами говорим уже про хранение данных вот именно как они у нас будут в самой ПД загранены какие еще могут идти в голову напишите пожалуйста в чат ну вот помимо материализации помимо того как мы данные разделяем помимо параллельного выполнения возможно у вас есть еще какие-то идеи что мы можем сделать чтобы произвести оптимизацию пока что мы говорим про какую-то пока что мы говорим про реляционное хранилище то есть реляционную базу данных возможно можно как-то и новую SQL применить для того чтобы более эффективно сохранять и получать данные напишите пожалуйста в чат как вы думаете вот что еще можно было бы придумать да кстати один слайд мы с вами пропустили на нем еще одна идея есть это применение потоковой обработки то есть например мы можем тот же Kafka Streams прикрутить и его использовать тоже такая достаточно интересная идея так обсудить преимущество Kafka или Revit для задач отложенной записи ну ну в целом если вам не нужна какая-то такая мощная фильтрация роутинг по определенным очередям то это мое лично субъективное мнение то лучше конечно Kafka применять и в целом она быстрее работает вот но это не основано на каких-то исследованиях то есть там замерах и так далее просто по эмпирическим наблюдениям на проектах где она использовалась так сразу же отпадает вопрос с очередностью так монго дипи очень быстрый на вставку так ну да вставку можно с помощью него оптимизировать причем на самом деле так как монго у нас джессончик хранится то наверное нам и материализацию ленты проще будет производить то есть это будет проще для такого документа ориентированного хранилища чем если бы мы реализационную базу использовали то есть в любом случае вот когда мы эту ленту сохраняем нам же нельзя сделать табличку вложенную в табличку нам придется в одной ячейке скорее всего сохранять все ответы ну опять же в том же джессоне в виде массива например и если в случае того же Postgres Coil есть по-моему с девятой версии с 9.6 версии очень хорошая поддержка джейсона типа данных для колонок то не факт что у других RSUBD настолько же хорошо все кстати на самом деле Postgres можно как альтернативу MongoDB в какой-то мере рассматривать потому что он тоже достаточно мощные инструменты для работы с джейсоном предоставляет так Cassandra как мы можем Cassandra применить давайте пока вы пишете переключимся на окошко браузера и посмотрим два таких типовых решения во всяком случае достаточно популярных я заодно отправлю ссылочку в чат чтобы можно было тоже их посмотреть и в одном из них как раз вроде Cassandra применяется давайте посмотрим для чего и как вот в данном решении у нас очень похожая схема данных на ту которую мы с вами спроектировали то есть есть пользователи твиты подписчики как отдельная табличка фиды ленты ну и табличка для связи сама система как она у нас выглядит есть отдельный микросервис для записи отдельно у нас есть балансировщик который распределяет запросы в зависимости от их типа есть база данных в которой все это дело сохраняется и есть кэш так как здесь Radis используется несколько узлов то заодно Zukipper для координации используется при записи у нас используется система для потоковой обработки данных здесь это у нас Apache Storm ну мы можем тот же Kafka Streams применять либо какой-нибудь Spark можно выбрать один из подходящих инструментов так у нас есть отдельная функция обновления кэша и есть отдельный сервис для получения ленты твитов так ну собственно здесь так достаточно кратко описывают что для чего и как и заодно еще из интересного что мы как раз используем вот эту особенность тем что твит у нас в итоге когда попадает от писателя к читателям точнее не к читателям а в наше хранилище он попадает сначала в определенный канал в определенную очередь и только затем уже в нужный обработчик который с этой конкретной очередью связан то есть здесь у нас нету связи напрямую с ПД так ну и заодно здесь вот уже дополнительные требования накручиваются то есть какой-то поисковый движок добавляется ну вроде все у нас по изначальным требованиям про механизм поиска ничего не было но если бы мы хотели его добавить напишите пожалуйста в чат какой бы инструмент для этого вы выбрали пластик ну да здесь выбор на самом деле не сильно велик в зависимости от языка разработки промок может немножко отличаться ну по сути стандарт это факт это наш эластик сетч и наверное практически везде его сейчас применяют ну из такого не менее популярного это еще наверное Apache Solar с Lusien ну их намного реже применяют да мы могли бы сюда для функции поиска эластик сетч прикрутить давайте посмотрим другой вариант еще одна такая достаточно интересно описывающая необычная архитектура тоже сейчас отправлю на нее ссылочку в чат здесь прям есть видеоразбор можно его тоже после сегодняшнего бинара посмотреть ознакомиться видеоразбор на английском ну в целом это не принципиально потому что о в общем-то знакомых технологиях в нем говорится потому что в чате мы с вами их уже упоминали так и что здесь еще интересно на что обратить внимание здесь говорится о том как быть в случае если у нас есть селебрии те которые пишут намного больше чем все остальные отдельно разбирается этот вариант эта ситуация и предлагается для этого вот такая вот схема сама основная схема мы ее немножко повыше можем увидеть применяется редис какая-то база данных не уточняется какая именно так есть опять же сукипер для управления этим кэшом и так же как в предыдущей статье похожий момент что есть отдельный микросервис для писателей через который происходит запись есть микросервис для получения данных и есть отдельный сервис для синхронизации так и тоже у нас здесь есть несколько несколько очередей сообщений несколько фэнаутов так также Apache Storm используется кстати достаточно такая интересная вещь почему-то в англоязычной среде это достаточно популярный инструмент даже более популярный чем Spark и много где не только в статьях про Twitter архитектуру он встречается тоже интересное такое исследование будет напишите пожалуйста в чат вот в ваших проектах в вашей компании используется ли Apache Storm насколько он популярен в России давайте проверим нет не он на самом деле тоже ни разу в рабочих проектах не встречался но если вы откроете многие именно англоязычной статьи то достаточно часто здесь он встречается так говорят Kafka может без кипера работать а у нас тут не Kafka у нас тут Redis по-моему Redis кстати тоже уже умеет без кипера работать ну наверное самый простой самый первый способ который появился чтобы организовать кластеры из нескольких узлов того же Redis раньше Kafka нужен был какой-то координатор который выхранил бы метаинформацию о всех доступных узлах кластера и для этого ZooKeeper такой простой инструмент который можно хоть с чем применять так получается что в России Storm не популярный инструмент ну в целом я согласен потому что мне в практике он тоже ни разу не встречался окей давайте тогда подведем итог на что стоит вообще обращать внимание когда вас просят спроектировать какую-то архитектуру напишите пожалуйста в чат первые ваши ответы вопросы какие они были бы неважно это там Twitter либо какая-то другая система не знаю там сайт знакомств интернет магазин и так далее бюджет ну да в общем-то тоже можно уточнить потому что от бюджета по многому зависит и аудитория проекта и железо и в целом используемое ПО с помощью которого будет настраивать инфраструктура и сервисы будут использоваться от этого да действительно очень много зависит сколько трафика ожидается сколько данных нужно будет постоянно хранить вот коробочка что она должна делать количество пользователей да то есть максимально подробно уточнить требования чтобы не придумывать того что в общем-то вас не спрашивали чтобы архитектура максимально соответствовала тому что хочет заказчик максимально соответствовала заданным требованиям функциональные требования не функциональные нагрузка распределения по миру наличие мобильного приложения да да все верно то есть максимально уточняем упрощаем себе задачу окей давайте тогда перейдем к следующей части сегодняшнего лабинара посмотрим программу курса хайлоут архитектор в целом вот таким типовым архитектурам и систем дизайн интервью тоже уделен целый модуль программы курса пару слов о самом курсе то что длительность 5 месяцев плюс-минус то есть это без учета каникул без учета времени которое от сдачи от последнего занятия от проектной работы до выдачи сертификата обычно занятия проходят по вечерам два раза в неделю могут быть на самом деле в субботу но в целом ориентируются так чтобы была возможность быть онлайн на занятии после работы в вечернее время начало следующего потока 27 апреля то есть уже практически через недельку чем еще можно ознакомиться будет на лендинге давайте я тоже отправлю на него ссылочку в чат во первых с открытыми уроками вот с такими мероприятиями на ютубе которые можно свободно смотреть если тема интересна хотелось бы с ней ознакомиться и здесь вот на этой страничке эти открытые уроки отображаются ну и со временем там новые появляются можно прошедшие посмотреть и так далее также можно познакомиться с командой преподавателей здесь тоже на уэндинге она у нас есть ну и в целом большинство преподавателей это либо опытные DevOps инженеры то есть расскажут о том что связано с настройкой инфраструктуры настройкой различных инструментов ну тех же баз данных чередей сообщений и так далее либо архитекторы старшие разработчики и расскажут уже больше про проектирование системы разработку архитектуры сервисов про микросервис архитектуры ну и так далее плюс дополнительная информация которую тоже здесь можно посмотреть это необходимые знания подготовительные курсы процесс обучения и самое интересное это собственно программа обучения здесь пять модулей из них последний модуль это итоговый проект то есть какое-то большое такое задание для самостоятельного выполнения в котором можно применить все изученные навыки технологии подходы и так далее сразу наверное скажу что курс где-то на 70% теоретически то есть достаточно много таких фундаментальных моментов которые нужно изучить и программа построена следующим образом сначала идет теоретическое занятие давайте посмотрим например модуль два этот модуль про работу с хранилищами то есть как применять не только с УПД на самом деле и про кэши и про новую сквейли базы данных и про реализационные базы данных в общем все что связано с хранением данных и вот здесь возьмем первую тему про индексы это теоретическое занятие следующее занятие практическое то есть на первом занятии именно про саму технологию рассказывается на втором занятии уже на примере какого-то конкретного инструмента показывается как ее применять в случае индексов это PostgreSQL ну и соответственно на примере PostgreSQL показывается как их настраивать как изучать с помощью explain ну и так далее и здесь еще достаточно большое количество различных технологий рассказывается про репликацию про кэширование про шарнирование и для большинства занятий такой подход сохраняется одно теоретическое занятие одно практическое для некоторых сразу и то и то то есть и теория и практика в одно занятие и есть наоборот занятие где больше на практике мы что-то смотрим это как раз про типовые архитектуры еще интересная особенность это ДЗ которые есть в курсе по сути это такой сквозной проект который вы постепенно дорабатываете с учетом новых изученных тем то есть изначально у вас будет заготовка монолитного приложения которое работает с одной базой данных у которого синхронная API и постепенно добавляете в него использование индексов репликации шардирования и так далее потом еще на микросервисы разделяете добавляете работу с системами удаленной конфигурации с NCHI прокси ну и так далее второй модуль как раз кстати проект это про то как проектировать системы сервисов все все что касается микросервисов взаимодействия с сервисами с помощью HTTP протокола и не только ну и конфигурация окружения то есть например как настроить балансировку с отказоустойчивостью как работать с распределенными транзакциями но это больше все-таки про микросервисы и про паттерны которые в них применяются про ту же сагу про подходы которые в ней используются хореографии оркестрации и так далее ну и понятное дело системы конфигурации и дополнительно про докер про мониторинг в целом все что нужно именно для того чтобы разработать систему сервисов и чтобы они умели друг с другом взаимодействовать так и четвертый модуль как раз про типовые архитектуры то есть в том числе то что мы с вами сегодня обсуждали это систем дизайн интервью как она проходит основные вопросы и по занятию на такие наиболее популярные типовые архитектуры про новостные порталы рекламные системы и так далее и в конце курса как я сказал такая большая самостоятельная проектная работа тему для которой на самом деле можно взять исходя из ваших текущих рабочих задач если они как-то перекликаются с темами которые изучались в курсе то это наверное идеальный такой оптимальный вариант в целом можно взять и одну из типовых архитектур и на самом деле практически любую тему и давайте переключимся обратно на презентацию и посмотрим последний на сегодня блок такой небольшой но достаточно интересный про доступные вакансии и в целом насколько это популярная тема сегодня так блок называется карьерная информация в целом он собран из открытых источников коллегами Zotus и достаточно большое количество вакансий здесь приводится наверное здесь можно уточнить что в целом нету такой профессии должности привод архитектор скорее всего вакансия называется как-то немножко по-другому архитектор систем архитектор ПО ну и так далее и скорее всего это будет более понятно уже исходя из требований которые написаны вакансии ну в любом случае их достаточно много и судя по информации на слайде на 2023 год это 200 тысяч solution архитект да это если по английски ну на самом деле в линкитин если вы будете смотреть там скорее всего так и будет написано ну то что касается аналитики зарплатных предложений здесь я наверное сказал что стоит смотреть на среднюю зарплату старших разработчиков ведущих разработчиков на вашем языке программирования формборки это более точная цифра будет и требования которые обычно в таких вакансиях указываются здесь тоже немножко странно то что с искателем уровня джуниор джуниор архитекторы звучит немножко странно но в целом набор требований актуальны то есть во многих если не почти во всех вакансиях может набор требований встретиться ну и в целом даже если исходить из текущих задач которые могут перед вами стоять на работе то они вот эти навыки они актуальны не только для архитекторов ну во-первых если мы хотим что-то проектировать то нам надо понимать базу то есть язык который будет использоваться потом для разработки этой системы не обязательно прям быть гуру в этом конкретном языке но в целом владеть им надо дальше так как большинство серверов у нас на юноксе крутится в том же докере тоже юнокс используется какое-никакое знание юнокса тоже нужно и такой наверное ключевой момент это знание понимание работы с УПД потому что чаще всего для хранения данных используется с УПД и надо его правильно настроить чтобы это с УПД справлялась с нагрузками которые испытывает проект соответственно с УПД связано SQL и так как скорее всего вы будете проектировать какой-то микросервис ну или просто соуархитектура то как сервисы друг с другом будут взаимодействовать как вообще в целом сети работают тоже такой полезный навык также навыки связанные с балансировкой нагрузки и около инструментами такими как Jinx HAProxy и наверное так сейчас в целом тренд перехода в облака то и в том числе какой-то опыт работы с инструментами виртуализации и с облачными платформами вот здесь например приводится фреймпэр Яндекс Клауд что это что-нибудь связанное с этим тоже мне кажется может пригодиться и быть плюсом сеньор верстальщик ну да ну в целом наверное еще одна вакансия давайте тоже посмотрим здесь тоже похоже требования также есть про знания субт SQL знания языка кстати не случайно видимо комментарий был в чате про сеньор верстальщик вот здесь в том числе CSS и JS указаны с HTML так опыт работы с нагруженными сервисами фокус на легко поддерживаемой простой архитектуры вот про работу с базами данных практически везде требования будет знания какого-то языка тоже и вот про работу сетью здесь в данном случае принцип RST API в какой-то мере тоже наверное это можно сказать что умение проектировать API для проектирования сервисов так ну и наверное на сегодня это все давайте немножко подрефлексируем подведем итоге посмотрели сегодня с вами на один из таких популярных часто встречающихся вопросов на систем дизайн интервью спроектировать какую-то архитектуру попробовать найти в ней узкие места и затем предложить варианты как можно было бы эти проблемы решить как можно увеличить производительность напишите пожалуйста в чат плюсик если у вас есть вопросы по сегодняшнему материалу по программе курса ну в целом поставьте пожалуйста плюсик в чат если у вас есть вопросы и заполните пожалуйста опрос о сегодняшнем мероприятии ссылочку на него я тоже сейчас отправлю в чат ссылочка что-то не отправилась давайте попробуем еще разочек отправить видео так пропал чат окей давайте я попробую перезагрузить чат давайте я попробую перезагрузить чат на канал вот чтобы у есть это хорька и это к сожалению перестал работать тогда наверное на сегодня все коллеги спасибо что активно участвовали задавали много вопросов по коду изучения материала вот ну и в целом писали в чат делились своим опытом буду рад у вас увидеть на курсе на следующих открытых уроков и всем хорошего вечера